Вначале о главном. Дмитрий Артюхов ввел режим повышенной готовности на территории Ямала в связи с коронавирусом. Обращаем внимание, по информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в округе не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая этой инфекции. Однако из-за возможности притока потенциально больных людей вводится ряд мер. Одна из ключевых – продление вахтового режима. Принято решение мною о введении режима повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации. За этим следует ряд мер. Первое – это вопрос вахтового режима. Это главный источник нашей большой ротации населения. Это касается непосредственных работников, а также огромного количества подрядного комплекса. Здесь я знаю, что в ряде предприятий уже состоялись в рамках первых руководителей этих организаций решения о переходе на трехмесячную вахту. На мой взгляд, это очень действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников. Я знаю, что еще не везде такие решения приняты. Надеюсь очень, что оперативно это будет проанализировано. То же самое касается большого строительного комплекса, который развернут силами окружных властей наших. Много объектов сейчас находится в стадии строительства. Это тоже подрядный комплекс, который, как правило, прибывает извне. Тоже нужно отработать. Это касается, я обращаюсь к главам муниципальных объектов, где вы выступаете с заказчиками. Мы должны отработать с контрагентами о том, чтобы не было смены работников. Те работы, которые требуют прибытия, скажем, иных специалистов, посмотреть в плане организации строительства, чтобы они были перенесены на более поздний срок. Глава региона перечислил и другие значимые меры, которые становятся обязательными для всех на территории Ямала. Так, все запланированные на территории региона массовые мероприятия переносятся на неопределенный срок. Кроме того, с 18 марта все ямальские школы уходят на каникулы. Отмене подлежат запланированные на каникулы поездки ямальских учащихся. Вводятся и строгие дезинфекционные меры в общественных местах и на работе. Работодателям поручено взять под особый контроль состояние здоровья сотрудников. С малейшими респираторными признаками простуды их следует незамедлительно отправлять на больничный. Кроме того, ямальцам настоятельно рекомендовано воздержаться от путешествий, особенно от поезда к заграницу. Тем же, кто вернулся из стран неблагополучных по ситуации с коронавирусом, необходимо вызвать врача на дом. Человека возьмут под двухнедельное наблюдение. По решению Роспотребнадзора ему будет выдан больничный. На сегодняшний день действительно в округе нет ни одного человека, заразившегося коронавирусом. Более того, нет ни одного человека с подозрением на коронавирус. Есть контактные пациенты, которые находились в контакте с лицами или заболевшими, или прибывшие из стран зарубежья. Эти граждане в первую очередь должны самоизолироваться дома на 14 дней. Список стран, которые неблагополучны по эпид-ситуации, он утверждается Роспотребнадзором. Но я хочу сделать уточнение, что он также постоянно меняется. И за этим надо следить. Поэтому если та страна, из которой наши граждане прибывают, появилась в этом списке, то граждане также должны самоизолироваться на 14 дней. После этого вы позвоните или на горячую линию в Роспотребнадзор, или на горячую линию к нам в департамент. По всем возникающим вопросам существует телефон горячей линии департамента здравоохранения Емоленецкого автономного округа 37640 с кодом Салихарда 34922. Специалисты готовы ответить на любые вопросы по профилактике, по первым симптомам, по мероприятиям по выдаче больничного листа с будней дней с 9 до 17 часов. По информации пресс-службы губернатора, с начала года в округ из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, прибыло 109 человек. 63 находятся сейчас на самоизоляции под наблюдением медиков. Они здоровы. 46 человек обследованы и сняты с наблюдения в связи с окончанием двухнедельного срока.